Они строят новую военную базу на севере Сирии, в то время, как мы проклинаем Путина за спровоцированное военное вторжение на Украину. Мы оккупировали треть Сирии и строим новые военные базы. Думаете, только одну? Помнишь, ты присылал мне что-то о военных базах? Можешь прислать еще раз? Помните слова Трампа? Они спросили его, почему мы оставляем войска в Сирии? Вот что он сказал. Мы удерживаем нефть. Нефть у нас. Нефть защищена. Мы оставили войска только из-за нефти. Поставь это снова. Еще раз. Мы удерживаем нефть. Нефть у нас. Нефть защищена. Мы оставили войска только из-за нефти. Вот почему они ненавидят его, дамы и господа, потому что он говорит правду время от времени. Они ненавидят его не потому, что он лжет, они ненавидят его потому, что он говорит правду. И вот еще одна говорящая голова говорит о том, что американский газдет думает о Сирии. У Соединенных Штатов все еще были рычаги, чтобы добиться результатов, отвечающих американским интересам. Мы определили четыре из них. Первый — треть сирийской территории, которой владела американская армия вместе с местным партнером с сирийскими демократическими силами. Итак, третью Сирии, вы слышали, третью Сирии владела... владела американская армия. Вот как они на это смотрят. Где они учатся так говорить? Так они... Иди и забирай чужое, отвечает нашим интересам. Отвечает нашим интересам. Посмотрите на этот взгляд, Рэйчел Мэду. Небольшое присутствие американской армии, около тысячи военных, согласно отчетам исследовательских групп. И десятки тысяч, как курдов, так и арабов, в составе сирийских демократических сил. И эта треть Сирии богата ресурсами. Это двигатель экономики Сирии. Там все углеводороды, что широко обсуждается в Вашингтоне сегодня. А также это сельскохозяйственный центр. Но мы считаем, что дело не только в этой третьей Сирии, которой владела американская армия, как для борьбы с ИГИЛ, так и для влияния на весь политический процесс в более широком сирийском конфликте. Было еще три рычага давления. Один из них – политическая изоляция. Хорошо, итак. Просто суть в том, что мы террористы, и мы убиваем людей в других странах и заставляем их подчиняться. Джимми. Она говорит то же самое, только другими словами. Узама бен Ладен, рассылавший рождественские открытки со словами «Я убью вас», вызывал больше симпатии, чем она сейчас. У него было больше харизмы. Итак, вот часть Сирии под нашим контролем, и вот наши базы. Вот все наши базы в чертовой Сирии. Подожди, это отдельная страна? Я не знаю, что это. Это часть, где есть нефть, и где растет еда. И это та часть, которую оккупировали Соединенные Штаты. И опять же, все дело в нефти. Они хотят проложить там трубопровод. Углеводороды. Извините, углеводороды. Возглавляемая США антиигиловская коалиция, ирония в том, что мы партнеры ИГИЛ в Сирии, мы спонсируем людей, которые, по нашим словам, устроили 11 сентября. Мы были с Анну Срой, ИГИЛ, Аль-Каидой. У них разные названия. Они меняют названия для американцев. Нужно менять названия, Брэн. Да, Анну Срой. Брэн был в упадке. Точно. Они взяли дело на Малуэйни. Дело на Малуэйни у ИГИЛ. Итак, возглавляемая США антиигиловская коалиция строит новую военную базу в сирийской провинции Ракка. Сообщает сайт Нью-Араб, цитируя источник, близкий к США. Прикрывают демократические силы и держат около 900 военных в Сирии, позволяя США контролировать около третьей сирийской территории. В докладе сообщается о примерно 24 военных участках, рассредоточенных по восточной Сирии. Вот они. Вот они. Я бы, будь я помоложе, я бы поехал туда выступать. Серьезно, это то, что мы делали. Хотя США говорят, что они в Сирии для борьбы с ИГИЛ, это часть экономической войны против Дамаска, включая экономические санкции. ИГИЛ удерживает незначительную территорию, и сирийское правительство вместе с союзниками продолжит добивать их. Итак, Сирия борется с ИГИЛ. Да, я думал, они победили. Мы помогали ИГИЛ победить Сирию. Вот почему это большая ложь. Я уверен, эта статья говорит, что это большая ложь. Их отправили туда для борьбы с ИГИЛ. Во-первых, ИГИЛ не там. И Сирия сделает это за нас. Строительство базы демонстрирует намерение США продолжить бессрочную оккупацию Сирии. В марте Конгресс проголосовал за резолюцию Мэтта Гетца, которая предписала бы Байдену уйти из Сирии. Акт был отклонен с результатом 103 за и 321 против, где 56 демократов и 47 республиканцев поддержали законопроект. Они выступили за наш уход из Сирии. Конгресс также проголосовал за продление санкций против Сирии после того, как тысячи сирийцев погибли при землетрясении. США могут быть вынуждены уйти из Сирии и снять санкции против этой страны, по мере того, как все больше стран в регионе восстанавливают отношения с Башаром Асадом. Саудовская Аравия выступила с инициативой вернуть Сирию в Лигу Арабских Государств, несмотря на возражения США. Итак, арабы не против Сирии. Люди в этой части мира хотят вернуться к мирным взаимоотношениям. Знаете, кто не хочет? Соединенные Штаты. Почему? Потому что США — мировой террорист. И что бы вы ни говорили о Путине, США в тысячу раз хуже. Вот насколько сильна пропаганда. Вы думаете, что Путин — военный преступник хуже Джорджа Буша, Дика Чейни, Барака Обамы, Джо Байдена и Дональда Трампа. Это не так. Он сажает журналистов. Разве не удивительно, что США могут сбрасывать бомбы на Сирию, незаконно оккупировать Сирию, воровать сирийскую нефть и одновременно кричать о суверенитете Украины. Да, мы номер один. Если вы за эту войну на Украине, вы лох. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин